Начало положено. Основные характеристики региональной казны – доходы, расходы и дефицит – утвердили для принятия в первом чтении. Виртуальная политика. Работу депутатов отныне будут оценивать по комментариям в социальных сетях. С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Определение вектора развития депутата окружного парламента готовится, пожалуй, к одной из решающих сессий, на которой будут приняты принципиальные решения. В частности, в первом чтении будет принят бюджет региона на 2016 год. Его параметры законотворцы обсудили над заседанием прецессионного комитета. Кроме этого, в повестку включили вопросы, касающиеся налогоблажения, поддержки регионального бизнеса, социальной политики. Любовь Пермякова следила за ходом голосования. Из 25 рассматриваемых вопросов главный выделить трудно. Каждый имеет свой вес. Но все же одним из ключевых законопроектов стал бюджет региона на следующий год. Для принятия в первом чтении утверждены основные характеристики региональной казны. Это общие параметры доходов, расходов и дефицита. Прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 15,573,254,900 рублей. В том числе безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 214,456,400 рублей. Общий объем расходов предлагается утвердить в сумме 18,644,326,500 рублей. Дефицит окружного бюджета в сумме 3,71,71,000 рублей или 20% от общего годового объема доходов окружного бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и дефицит бюджета более чем в 3 миллиардов рублей, все социальные обязательства перед гражданами округ выполнит. Принцип адресности и помощь для тех, кто в ней нуждается, стал основным для сотрудников Департамента здравоохранения при рассмотрении социальных льгот на 2016 год. Несмотря на убыточность автотранспортного предприятия, льготный проезд на общественном транспорте по межмуниципальным маршрутам для всех категорий граждан в новом году планируется сохранить. Со скидкой 50% школьникам. Одновременно предлагается предоставить со скидкой 80%, то есть со оплатой не более 20% по межмуниципальным маршрутам, категориям граждан, которые... Следующим льготным категориям граждан. Это граждане пожилого возраста, женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет, до 70 лет. Бесплатный проезд планируется установить для детей, в семьях которых доход не превышает однократной величины прожиточного минимума на члена семьи. Лицам, имеющим инвалидность первой, второй, третьей группы, а также детям-сиротам и гражданам пожилого возраста старше 70 лет. Этот закон планируется принять к рассмотрению на ближайшие сессии. Он будет действовать с января 2016 по 2021 год. Вносимые для принятия на сессии изменения в новом году ждут представители бизнеса. Представленный на комитете проект закона предусматривает ряд налоговых режимов для некоторых видов предпринимательской деятельности. Первый – это распространение налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере водовых услуг. Второй закон касается расширения видов деятельности, применения патентных видов. Добавляется 16 видов. Это касается производства молочной продукции, производства хлебополочных изделий. Для налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогового обложения и применяют к расчету дохода 6%, снижать на уровне субъекта до единицы. Мы пошли именно максимально приятным путем для наших налогоплательщиков, которые работают у нас в округе, именно снижением максимально до единицы. Планируется снижение налога по упрощенной системе налогообложения до единицы для предпринимателей, которые работают в бытовой сфере, сфере обрабатывающего производства, народных ремесел и сельского хозяйства. 3% представителей комитета предлагают ввести для сферы транспорта, строительства и деятельности гостиниц и ресторанов. Все эти проекты законов на заседании комитета были приняты. Далее они будут вынесены для принятия на сессии. Работу Государственной Думы отныне будут оценивать по комментариям в социальных сетях, при этом ежемесячно. С такой необычной инициативой выступило Думское управление по связям с общественностью. По мнению экспертов, обратная связь поможет комитетам точнее выстраивать законотворческую деятельность, а самим депутатам делать более актуальные публичные заявления. Например, в сентябре-октябре по итогам пилотного мониторинга самым активным в интернете оказался Комитет по международным делам. Это связано с терактом на борту российского самолета в небе над Египтом. А вот наш регион в связи с трагедией, по мнению аналитиков, в соцсетях вообще себя никак не проявил. О виртуальных мыслях законодателей расскажет Олег Катанзейский. Денинский округ скорбит вместе с родственниками погибших в авиакатастрофе. Эти слова сочувствия глава региона на своей страничке опубликовал буквально через несколько часов после трагедии. Почти 20 репостов. Игорь Кошин среди политиков, пожалуй, один из самых активных пользователей социальных сетей. Вот, находясь в Москве, на форуме губернатор пишет, что рассказал участникам про идею глубоководного незамерзающего порта Индига. Под записью десятки лайков. Естественно, я социальными сетями пользуюсь без них никуда. Депутат регионального парламента Сергей Коткин в социальные сети заходит для того, чтобы просмотреть там свежие новости. Как российские, так и международные. Сам ничего не пишет. Во всемирную паутину заходит исключительно с компьютера. Говорит, телефон, приложение не поддерживает. Но я, как депутат окружного собрания, в соцсетях бываю крайне редко. Я повторюсь, что только в основном получаю информацию, которая мне необходима для работы. Считаю, что в работе и депутатской деятельности, вот эту виртуальную жизнь, ее ничем не заменишь прямым общением с человеком. Когда ты смотришь в глаза, когда ты видишь его эмоции, когда ты видишь его настрой, вот это ничем не заменишь. Вот это жизнь. Его аккаунт есть везде. В ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. Для Данила Исполинова – это самый молодой депутат окружного собрания. Социальные сети – не просто развлечение или общение, а полезный инструмент в работе. Самое главное – нужно объединить людей под конкретные задачи. В диалогах по несколько человек, по 10, по 20, по 40 человек. Под конкретные направления деятельности. Там можно обмениваться сообщениями, там можно обмениваться любыми документами, видео, фото и так далее. Но самое главное – когда ты уходишь от ноутбука, у тебя, в принципе, весь этот функционал остается на телефоне. Что касается инициативы Думского управления по связам с общественностью, то Данил уверен, обратная связь действительно поможет депутатам четче выстраивать законотворческую деятельность. А главное – народные избранники еще до принятия закона смогут услышать мнение людей. Я считаю, почему бы и нет. Мы, в принципе, этим пользуемся, ну, скажем так, не для, ну, в том числе для обсуждения законопроектов. Но единственное, что это нельзя принимать за какой-то там юридический достоверный результат, но, тем не менее, какой-то средство общественного мнения вот этот опрос может вполне представить. Главное, считают депутаты, это то, чтобы публичные заявления, которые выкладываются в социальные сети, реально влияли на ход политической дискуссии. Ведь большинство записей, оставленных чиновниками в интернете – это просто самореклама. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Федеральные дороги со следующего года будут ремонтировать за счет владельцев большегрузов. В России заработала система взимания платы за проезд по федеральным трассам. За год правительство планирует собрать несколько десятков миллиардов рублей. 1 рубль 53 копейки за 1 километр дороги. В России заработала система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Российские водители нововведения встретили неостороженно, но авторы закона уверяют – мера более чем справедливая. Ущерб, который фуры наносят федеральным дорогам, должны оплачивать их владельцы. Ноу-хау российские разработчики окрестили Платоном, сократив таким образом словосочетание «плати за тонны». Система платы работает на базе ГЛОНАСС и, по словам создателей, является одной из передовых в мире. Ирина Цепитова познакомилась с Платоном. Крепится оно к лобовому стеклу или на панель двумя способами. Так выглядит бортовое устройство системы Платон. С 15 ноября оно должно быть у каждого владельца большегруза свыше 12 тонн. С его помощью владельцы автотранспорта будут взимать плату за проезд по федеральным трассам страны. Если нет бортового устройства, водителю необходимо оформить дорожную карту. В маршрутной карте вы должны четко знать маршрут от точки А до точки Б. Плюс можно задавать промежуточные точки данного маршрута. По бортовому устройству можно ехать в любом направлении по федеральным дорогам, не задавая при этом маршрут. Бортовое устройство выдают бесплатно. Его можно получить только в офисах оператора системы взимания платы Платон. Маршрутные карты могут быть оформлены на сайте и в офисах оператора, в центрах поддержки пользователей. В Ленинском округе участок федеральной дороги, хоть и небольшой, но есть от так называемой кольцевой до аэропорта. За проезд по нему владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, также будут платить. Например, в маршруте на Ринмар поселок Красная система отмечает проезд по участку федеральной дороги протяженностью 2 километра 988 метров. То есть проезд от города до Красного, а транзит через федеральную дорогу составит 4 рубля 57 копеек в одном направлении. Ранее предусматривалось, что стоимость проезда за один километр составит 3 рубля 73 копейки. Но правительство страны пошло навстречу дальнобойщикам и расценки были снижены. Так, до 29 февраля 2016 года плата с грузоперевозчиков будет рассчитываться, исходя из фактического пробега автотранспорта по тарифу 1 рубль 53 копейки за один километр. С 1 марта следующего года до 31 декабря 2018 тариф будет повышен до 3 рублей 6 копеек. 3 рубля 73 копейки за один километр. Такой тариф станет действовать только с 1 января 2019 года. По словам главы Минтранса России Максима Соколова, сегодня в России действует самый низкий тариф среди аналогичных систем в Европе. К примеру, в Германии эта ставка доходит до 40 дивизи центов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 25 рублей за километр. Несмотря на сниженный тариф, многие производители товаров и представители торговли заговорили о том, что новый сбор существенно ускорит рост цен. Также начались разговоры о возможных перебоях с поставками. В правительстве не согласны с такой оценкой ситуации. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на возникающее среди перевозчиков волнение заявил, что влияние сбора на цены на полках магазинов будет невелико – в пределах десятых доли процента. Трудно сказать, сколько новый дорожный сбор добавит к общей динамике роста цен, но вряд ли его влияние будет определяющим. Можно с уверенностью сказать, что это не приведет к дефициту продуктов питания и иных потребительских товаров. Большее влияние на динамику цен будут оказывать сезонные факторы. Продукты в России традиционно дорожают в осенний-зимний период. Во сколько обойдется проезд по федеральным трассам перевозчикам Ненецкого округа, которые обеспечивают регион продовольствием и необходимыми промышленными товарами, а главное, как это отразится на стоимости килограмма товара с большой земли, посчитали в Центре информационной поддержки пользователей системы Платон в Нарьинмаре. При расчетах специалисты центра взяли за основу фуру, которая везет в наш регион 20 тонн товара. Если машина едет из Сыктывкара, то участок федеральной трассы она пересечет только в Нарьинмаре. От светофора в Хариверской до кольца протяженностью 2 километра 988 метров, то есть все расходы составят 4 рубля 57 копеек за весь маршрут Сыктывкар-Нарьинмар. Специалисты отмечают, проезд по Зимнику бесплатный, так как он не является федеральной дорогой. Стоимость надбавки за килограмм при проезде по этому маршруту близится к нулю. По маршруту Киров-Нарьинмар дальнобойщики проезжают 414 километров федеральной дороги. Сбор с них составит 602 рубля. При загрузке фуру в 20 тонн. Дополнительная нагрузка на килограмм – 3 копейки. Если товар-перевозчик повезет из Санкт-Петербурга, то общая протяженность пути по федеральным дорогам составит 2120 километров. Сумма сбора – 3242 рубля. По полтора рубля на каждый перевезенный килограмм. Впрочем, сам факт платы за проезд по федеральным дорогам грузоперевозчиков Ненецкого округа не смущает, ведь в конечном итоге фактические затраты понесет заказчик товара, а рост цен в процентном соотношении будет незаметен. За пять дней действия системы к представителям Платона в Нарьинмаре обратилось более 10 владельцев большегрузов. Всего же в регионе более 200 владельцев тяжеловесной техники свыше 12 тонн. Собранные с помощью Платона деньги, а это до 50 миллиардов рублей в год, будут поступать в Федеральный дорожный фонд, что позволит до 2019 года привести все автомобильные развязки, мосты и федеральные трассы в нормативное состояние. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал Север. Собачьи олениупряжки. Такие виды транспорта использовали для подвоза грузов на Карельском фронте. В годы Великой Отечественной оленеводы и рыбаки Ненецких тундр отправились на самый протяженный за год войны фронт. Никто и не предполагал, какую значительную поддержку окажут жители Крайнего Севера и их верные спутники. 20 ноября жители региона вспоминают и чествуют тружеников олено-транспортных батальонов. Валентина Чебичек расскажет о подвиге героев. Сообщение о мобилизации жителей тундры пришло спустя 6 месяцев с начала войны. Постановлением от 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны обязал оленеводов, рыбаков и охотников встать на защиту Родины. К январю 1942-го Карельскому фронту были подготовлены три эшелона. Это 600 каюров и почти 7 тысяч оленей. Им предстояло пройти путь от Нижней Пёши до Архангельска. Темп движения был задан поистине кавалерийский. 50 километров в сутки. Шел ноябрь. Месяц большой темноты. Стояли страшные морозы. Выбиваясь из сил, люди и олени шли к фронту. В условиях полного бездорожья эшелонам удавалось пройти по 10-15 километров в день. Основной задачей эшелонов была санитарная эвакуация раненых и доставка грузов в отдаленные гарнизоны, пограничные заставы, на аэродромы. Грузоподъемность Нарта составляла от 100 до 300 килограмм в зависимости от времени года. За время войны оленные батальоны вывезли более 10 тысяч раненых солдат, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и 8 тысяч бойцов. На олених упряжках эвакуировали 162 подбитых самолета. Все бойцы отличались храбростью и выносливостью. Сейчас немногие способны преодолеть тот путь, которым шли эшелоны. Каждый день был расписан строго по графику. В шесть вечера ставили чумы. Поначалу мужикам не хватало опыта, ведь в тундре эта обязанность возлагалась на женщин. Все четко знали свои обязанности. Сегодня подвиг жителей ненецких тундр не забыт. На Аллее славы занял почетное место памятник, посвященный воинам Заполярья. А 20 ноября стала памятной датой Ненецкого округа. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Рычаг, бросок через плечо, десятки отточенных приемов. В столице региона определились победители и призеры чемпионата и первенства НАО по вольной борьбе. За медали различной пробы сражались почти 50 атлетов. Это школьники и студенты. Самым юным спортсменам едва исполнилось 7 лет. Впрочем, на площадке они продемонстрировали отнюдь не детскую волю к победе. Совсем юные они впервые через несколько минут проведут свои официальные поединки. Позади упорные тренировки, наставление тренеров и поддержка родителей. Настало время показать себя один на один. Только ты и твой соперник. Те, кто помладше, борются за медали первенства. В буквальном смысле юноши участвуют в чемпионате. Всего 12 весовых категорий. В каждой свои лидеры. Для 7-летнего Тимура Атакишиева турнир дебютный. Одержав победу в двух поединках, он получил свою первую медаль. Золото, конечно, говорит хорошо. Впрочем, серебро тоже неплохо. Эта награда для Тимура – удачный старт в большую спортивную жизнь. Многие считают, что вольная борьба – спорт нетравмоопасный. Одно неправильное движение – и вот спортсмену уже требуется помощь медика. Десятки поединков и победители известны. Для некоторых атлетов верхняя ступень пьедестала, как и сам турнир, стала первой. Впереди снова упорные тренировки. Ведь те, кто сегодня не взял золото, обязательно постараются это сделать на следующем турнире. Олег Котензийский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть все новости вы можете на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова